Инспирие 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 Она все же сделала шаг, потом другой, и сразу стало теплее, а звук дождя немного стих. Раз так, может, прилич ненадолго? В стороне снова раздался громкий шум. Распахнув глаза, Кэти обернулась и уперлась взглядом в два ярких огня. Какой ужасный резкий звук, словно кого-то истязают. В ее голове замелькала череда образов, кровь, боль, страх. Она неловко отступила назад и, широко открыв рот, закричала. Хриплый виск ничем не напоминал голос ребенка. — Эй, эй! — из машины выскочил человек и побежал к Кэти. Иногда мужчины делают жуткие вещи с девочками, гуляющими в темноте в одиночку. Она упала плашмя на колючий асфальт. От сотрясения рот захлопнулся, и его наполнил вкус крови. — Эй, малышка, ты заблудилась! Позвонить твоим родителям! Кукла отлетела куда-то в темноту. — Не найдешь! Надо бежать! Кэти поднялась на четвереньки и уставилась на незнакомца. Тот медленно приближался. Попытался схватить ее за руку, однако Кэти вновь, вскрикнув, отпрянула. Мужчина удивленно округлил глаза и сделал шаг назад. Крик перешел в кашель. Руки и ноги словно отнялись, а горло опять сжало спазмом. Кэти кашляла все сильнее. Похоже, прикусила язык, во рту стало совсем солоно. — Привет! Незнакомец поднял руки и отступил еще на шаг. — Я не собираюсь тебя обижать, слышишь? Кашель наконец стих. И Кэти дрожа села на дорогу. Быстро посмотрела вправо-влево. Удастся ли сбежать? — Как тебя зовут? — спросил мужчина, медленно опустившись на корточки. Дрож усилилась так, что девочка застучала зубами. Ее звали Кэти. Только вслух она свое имя произнести не могла. Слова по-прежнему застревали в горле. — Я и Энн. А как твое имя? На плохого человека он не походил. Но Кэти знала. Плохого человека от хорошего навскидку отличить сложно. — Живешь где-то рядом? — Рядом. Она не могла сказать наверняка. Просто хотела домой. И изо всех сил пыталась туда добраться. — Послушай, может, сядешь ко мне в машину? Хотя бы укройся от дождя? Кэти с заколотившимся сердцем отползла назад и тяжело задышала. — Хорошо, хорошо. Как скажешь. Не хочешь, в машину не надо. Он скинул куртку и, наклонившись, протянул ей. — Вот, надень. Кэти не сводила с него глаз. Пытается заманить. Она вытянет руку. А незнакомец ее тут же схватит. И надень. Согреешься. Он разжал пальцы. Ей куртка упала на землю совсем рядом. Когда-то у нее была любимая курточка. Розовая. С теплой пушистой подкладкой. Вот бы сейчас ее накинуть. Вдруг это тоже с мехом внутри. Согреться было бы совсем неплохо. Кэти дернула куртку к себе и тут же отползла на безопасное расстояние. Одевшись, обнаружила, что рукава свисают до колен, а подкладка обычная, не меховая. Ничего, все равно так лучше. — Вот и отлично, — мягко сказал мужчина. — Ты только не убегай. Сейчас я кому-нибудь позвоню, ладно? Под пристальным взглядом Кэти он вытащил из кармана телефон. Может, все-таки дать дер? Увы, ноги не подчинялись. Зато кукла валяется совсем рядом. Надо подобрать. — Алло, да. Меня зовут Энн. Я только что наткнулся на девочку посреди пустой дороги. Да, маленькая. Не знаю, сколько лет. Шесть или семь, наверное. Кэти было девять. Она хотела подсказать, но не сумела произнести ни слова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...